В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Члены и сторонники Ленинского отделения «Единой России» подвели итоги работы за 2023 год. Нам всем необходимо хорошо, качественно поработать на земле с тем, чтобы избиратели оказали правильный, нужный уровень доверия. Расскажем о работе педиатров детской поликлиники города Видное. Очень внимательные к деткам и всегда старались по максимуму помочь. Главный зимний волшебник отметил свой день рождения. День рождения Деда Мороза – это маленький праздник перед Новым годом. Детки рады, счастливы. Члены и сторонники Ленинского отделения «Единой России» приняли участие в партийной конференции. На ней были подведены итоги работы за 2023 год. Их озвучил председатель Совета депутатов округа, руководитель фракции «Единороссов» Станислав Радченко. Об основных тезисах доклада расскажет Максим Козлов. На партийной конференции традиционно присутствуют не только члены «Единой России», но и сторонники партии, представители администрации и Совета депутатов, общественники. Начиная подведение итогов деятельности партийцев на территории муниципалитета, председатель Совета депутатов округа, руководитель фракции «Единой России» Станислав Радченко озвучил главный результат проделанной работы. У нас набирается позитивная динамика. С 32-го места мы перешли в зеленую зону и входим в турок 15 лучших отделений партии. При активном участии рядовых партийцев, депутатов фракции, членов местного полицейского молодобартийцев, наших сторонников. В этом квартале 2023 года мы создаем 10-е место в лучшем деятельности муниципалитета в Москве. Он также рассказал, что ленинским отделением партии проведено более 970 мероприятий, в том числе 170 личных и выездных приемов, тематических и региональных недель. Ведется активная работа по реализации 11 партийных проектов федерального, регионального и местного уровней. Всего мероприятиями было охвачено более 11 тысяч жителей округа. Сегодня на территории муниципалитета у нас открыто 7 микровых пространств в учреждении здравоохранения, где, ожидая посещения врача, наши маленькие жители, посетители с комфортом могут провести свое время. Депутаты нашей фракции с активистами молодой гвардии пополняют детские зоны, развивающие играми и наборами для творчества. Успешно реализуется акция «Собери ребенка в школу». В этом году члены и сторонники партии «Единая Россия» подарили первоклассникам более 150 наборов для школы. Особое внимание уделялось многодетным и малоимущим семьям, а также детям участников специальной военной операции. На базе спалома партии у нас продолжается сбор гуманитарной помощи для подширки 42-го стрелковой дивизии и жителей новых регионов Российской Федерации. С начала проведения спула отправлено 15 конвоев, а это свыше 100 тонн гуманитарной помощи. В сборе у нас активно участвуют партии, сторонники, депутаты фракции, наверное, лучшие жители, самопредиматели. Активная помощь оказывается и семьям мобилизованных. В заключении отчета Станислав Радченко обратился со словами благодарности ко всем, кто принимал активное участие в работе. Благодарю весь каждого, кто активно включен в нашу учебную работу, находится в контакте с администрацией, с полным гуманитарным советом, где туда обратная связь с населением, полностью жителям, решение права значительно укрепляет авторитет нашей партии. В ходе мероприятия также были избраны делегаты на конференцию подмосковного отделения партии «Единая Россия», которая пройдет 22 ноября. Ими стали Евгений Усков и Алена Какоева. В ходе торжественной части конференции партийные билеты «Единой России» были вручены четырем новым членам. Я пришла в партию, чтобы как-то чувствовать себя частичкой этого государства и принести какую-то пользу обществу. Интересует, например, защита животных, ну и с детьми, то есть в школе, то есть я активной мамой являюсь. Резюмируя результаты работы в уходящем году, глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Спаский отметил, что один из важных результатов всех реализуемых проектов это показатели выборов различных уровней, на которых партийцы неизменно получают значительную поддержку граждан. В сентябре этого года мы выбирали губернатора, в марте нам предстают выборы президента, и в сентябре 2024 года уже, может быть, самые главные выборы для муниципального образования – это выборы местного совета депутатов. Нам всем необходимо хорошо, качественно поработать на земле, с тем, чтобы избиратели оказали правильный, нужный уровень доверия. Максим Козлов, Александр Логинов и Кастерина Давлятова. Видно этого. 20 ноября отмечается Международный день педиатра. Он посвящен ответственной профессии детского врача, которые заботятся о самых маленьких пациентах. К празднику мы подготовили сюжет о педиатрах Винновской детской поликлиники. Педиатр – ответственная квалификация, в которой важен профессионализм. Сказать о том, где болит, малыши могут не всегда. Нужен специалист, который выявит проблему и поможет без чьей-либо поддержки. Мне нравится наблюдать за их ростом, развитием. Вообще смотреть, как они растут, развиваются. Очень интересно за ними наблюдать. Это позитивное общение с ними. Педиатры должны находить подход ко всем детям. А этот талант данный далеко не каждому. Работу педиатрии отмечают как взрослые, так и дети. Мы очень любим нашу поликлинику и нашего врача Артамонову Наталью Николаевну. Она очень нас любит, и мы ее любим. Она нам помогает со всеми болезнями справиться. И я считаю ее самым лучшим специалистом. Приходится обращаться часто. К счастью, нам встречались только очень воодушевленные в своей работе врачи, которые, видимо, делали свой выбор сознательно, идя в эту профессию. Очень эмпатичные, очень внимательные к деткам. И всегда старались по максимуму помочь. Мне нравится больше врач-педиатр, потому что он хороший. Профессия детского врача всегда останется востребованной. На данный момент в детской поликлинике трудятся 22 врача-педиатра. Каждому плотная запись. На приеме педиатр может быть 15 минут на приеме. Вот у него 6-часовой рабочий день. Он обслуживает 36 человек по записи. И может еще или 10, или может 20 вне записи принять. Все зависит от сезона. Сегодня у нас начались каникулы. Поэтому поликлиника сегодня у нас такая спокойная. Специалисты рассказали, как у них в поликлинике будет проходить день педиатра. Во всей Московской области все врачи-педиатры должны будут подключиться к селектору. И будут поздравлять замминистра Московской области Елена Валентиновна Зинатулина. Главный педиатр Московской области Несо Джумаевна, Одинаева. Поэтому это очень приятно. Во всех чатах педиатров, участковых педиатрах Московской области, в наших чатах идут поздравления. Детский врач – это прежде всего про любовь к ребенку и желание помочь. Поздравляем каждого педиатра с профессиональным праздником. Инга Янчук, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В муниципалитете стартовала неделя доброты и щедрости. О благотворительной акции поговорим с председателем общественной палаты Ленинского городского округа Людмилой Лернер. Людмила Васильевна, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Расскажите подробнее об этой акции и вообще уже в который раз она проводится. Действительно, с сегодняшнего дня и с 20 ноября, это с сегодняшнего дня, по 26 ноября в Ленинском городском округе будут проходить неделя доброты и щедрости. Инициатором этой акции являются общественная палата, ассоциация председателя Совета многоквартирных домов и Координационный совет общественных объединений Ленинского городского округа. Акция приурочена к акции «Добрый вторник», но по традиции в Ленинском муниципалитете она проводится неделю. Неделя доброты и щедрости в нашем муниципалитете проходит с 2017 года. Это стало хорошей традицией. Мы привлекаем как можно больше с каждым годом неравнодушных жителей, которые помогают людям, остро нуждающимся в различных направлениях. То есть это и материальная помощь, это и продуктовые наборы, это и различные мастер-классы. У нас участвуют по традиции салоны красоты, то есть они предлагают различную помощь мамочкам, детям с ограниченной возможности. Это и прическа, и маникюр, и брови, и реснички, и уход за кожей. То есть то, что себе не каждый раз может мамочка позволить. А немножко вот о категории. Кто вот еще входит, кто получатель? Благополучатели в этом году мы определили следующее. Это будет Всероссийское общество инвалидов нашего Ленинского городского округа. Это общество людей с заболеванием диабета. Это общество слепых и члены семьи СВО. В этом году, как отмечается, намного больше организаций принимают участие, то есть согласились принять участие? Да, вы знаете, неделя доброты стартовала сегодня, первый день, но многие жители, предприниматели, общественники уже внесли свой вклад, уже приняли участие. У нас уже были поездки в театр, у нас были мастер-классы, у нас уже были материальные помощи. То есть люди уже заранее, зная, что в ноябре традиционно у нас эта неделя стартует, с удовольствием звонят, спрашивают, куда что принести, кому как помочь. Людмила Васильевна, можете обратиться к нашим телезрителям, может быть, кто-то еще захочет присоединиться. Призываю всех жителей Ленинского городского округа принять участие в акции «Неделя доброты и щедрости». Делайте добро, и оно к вам обязательно вернется. Делать добро приятно. Спасибо большое. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была председатель общественной палаты Ленинского городского округа Людмила Лернер. В России отметили день рождения Деда Мороза, а массовые гуляния прошли в Центральном парке города Видное. Поздравила нестареющего душой волшебника наш корреспондент Юлия Стаферова. Дед Мороз – один из самых любимых сказочных персонажей у детей. Изначально он был воплощением зимнего холода, снегопадов и метелей. Со временем его образ стал ассоциироваться с празднованием Нового года и Рождества. Добрый волшебник предстает в образе старика в шубе с седой бородой. А 18 ноября в России отмечают его день рождения. День рождения Деда Мороза – это маленький праздник перед Новым годом. Детки рады, счастливы. Для того, чтобы поздравить Деда Мороза, в Видновском Центральном парке организовали развлекательную программу с интересными конкурсами, викторинами и мастер-классами. Помогали проводить мероприятия аниматоры в костюмах Снегурочки, Снеговика, Панды и Винни-Пуха. Песнями развлекал собравшихся Борис Гуреев. Дети с удовольствием пели и танцевали. Для них Дед Мороз – это новогоднее настроение и праздничные подарки. А в этот день они сами поздравляли его с днем рождения. А Деду Морозу я желаю счастья, здоровья, побольше подарков, чтобы ему тоже дарили, а то он сам дарит, а ему, видимо, мало кто дарит. Взрослые сами ненадолго перенеслись в детскую сказку и поблагодарили организаторов за хорошее настроение. Праздник хороший, праздник нужный, праздник объединяющий, что не так маловажно в наше время. Прекрасно, все организовано. До Нового года осталось чуть больше месяца, и мы скоро вновь увидим Деда Мороза с танцами, песнями и подарками. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В гостях у Видное ТВ побывали учащиеся видновской школы номер 7. Во время увлекательной экскурсии старшеклассникам удалось заглянуть по ту сторону экрана и узнать обо всех тонкостях работы сотрудников телеканала. Изучать захватывающий мир телевидения девятиклассники отправились вместе с заместителем генерального директора видновской дирекции киносети Юлией Погасьян. Она рассказала ребятам обо всех деталях съемочного процесса. У нас в Ленинском городском округе есть такая возможность ребятам наглядно показать, кто такие журналисты, как они работают, и может быть в будущем, вот у нас сегодня старшеклассники, да, кто-то из них выберет эту профессию, ознакомить, показать, протестировать самим. Большое впечатление на школьников произвела новостная студия. Самые смелые Арсений Ильин и Макарзайцев даже попробовали себя в роли ведущих. Совсем непростая работа. Нужно иметь максимальную сосредоточенность, нужно всегда фокусироваться на тексте, на том, что ты говоришь, не отвлекаться на какие-то посторонние факторы, которые могут тебя отвлекать. Попробовал себя в роли участника телепередачи. Ну, впечатление у меня очень хорошее. Люди здесь работают очень добрые, и профессия у них интересная. Также ребятам показали помещения, в которых постоянно кипит жизнь телеканала. Их познакомили с работой корреспондентов, операторов и видеомонтажеров. Корреспонденты приезжают, пишут тексты своих сюжетов, отсматривают, разумеется, пишут тексты, и приходят сюда для того, чтобы записать голос, и монтажер собрал уже картинками, наполнил этот самый сюжет. Также школьники побывали в специальной студии с декорациями и хромакеем для записи программ. Под впечатлением от увиденного, некоторые задумались о том, чтобы связать свою будущую профессию с телевидением. Я, может быть, даже в какой-то степени задумывалась насчет журналистики. Вот, так как я творческий человек, учусь в музыкальной школе, занимаюсь пением. Вот, и, ну, как бы это связано немного. Было очень интересно побывать в таком месте, которое именно продемонстрировало тебе, вот, чем занимаются такие люди. Теперь учащиеся видновской школы номер семь знают, что для обычного зрителя всегда остается за кадром. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин